В округе началась масштабная реконструкция стадиона «Торпеда». Подрядная организация уже приступила к подготовительным работам. Что планируют сделать на месте старого спорт-объекта, расскажет Мария Антонова. Поле. Это технические помещения. Трибуны. Будет под трибунами что-то? Да. Будет передевалки. Да, 1800 квадратных метров под трибуны. Я по этому спрашиваю. Два зала. Футбольное поле с подогревом, крытая трибуна, 8 беговых дорожек, площадки для сдачи нормативов ГТО и большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Таким будет обновленный стадион «Торпеда». Проектная документация готова. Находится в экспертизе. 20 ноября выходит из экспертизы. И получаем разрешение на средства. И полноценно начинаем работать. Сейчас ведутся подготовительные работы, строительные площадки и снос старых строений. Под обновленными трибунами, которые смогут вместить более полутора тысяч зрителей, расположатся залы тяжелой атлетики и единоборств. Раздевалки, душевые, помещения для тренеров и судей. В ФОКе будет кафе, детский центр, фитнес-зал, универсальный спортзал и административные помещения. У «Торпеды» начнется новая спортивная история. Сегодня исторический момент для города Люберцы, для стадиона «Торпеда». Этот стадион видел и большие массовые мероприятия, и исторические спортивные личности, когда посещали город Люберцы. И, конечно же, мы в последующем будем проводить здесь соревнования и по масштабам всероссийские. Этот стадион уже позволит приглашать спортсменов и достаточно серьезный уровень мероприятия поддерживать. Также проведут работу по благоустройству прилегающей территории и созданию парковочных мест. Завершить реконструкцию планируют к концу 2024 года. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.